Перед тем, как ты начнёшь прототипировать, помнишь, что все виды взаимодействий в Protopay основаны на трёх китах. Объект или слой, триггер и отклик, или действие, но я буду называть откликом. В Protopay за интерактив отвечают триггеры. Триггер, в общем смысле, это то, что приводит в действие что бы то ни было. В нашем случае триггеры это одиночный или двойной тапы, или любые другие жесты твоего мобильного устройства. Также триггером может быть клик мышки, или её наведение, или отведение на и от элементов. В Protopay также есть триггеры условия. То есть мы можем заставить элементы двигаться сразу, или по какой-то цепочке событий, или ждать определённую команду, чтобы какой-то элемент начал что-то делать в нашем прототипе. После выбора триггера ты можешь добавить свойства, ну или это откликом может быть, которая будет анимироваться или применяться к нашему элементу или прототипу. Первым таким триггером будет Tilt. Твой Splash Screen приложение будет использовать фишку мобильных устройств, при которой объекты могут перемещаться, вращаться или масштабироваться относительно угла наклона твоего устройства. Этот триггер и одновременно сенсор называется Tilt. Чтобы его создать, нажми кнопку Add Trigger и выбери из списка Tilt. Далее ты выбираешь ось, вокруг которой будет происходить анимация слоёв, а затем выбираешь в панели слоёв нужный слой, он находится в группе Splash Group. И, соответственно, в настройках отклика, точнее, кликаешь на плюсик и выбираешь из списка Move. И в настройках Move у тебя есть ряд диапазонов. То есть, у тебя есть диапазоны значений угла наклона устройства и у выбранного слоя по оси X и по оси Y. Все значения задаются от и до. Я их подобрал произвольно. Не ставлю тебя утруждать, так сказать. Я поочередно выбираю каждый слой и добавляю отклик Move. Относительно каждой позиции я просто добавляю значения в 30 пикселей. Угол наклона я не буду менять. Дальше у тебя есть, помимо диапазона, плавность движения. То есть, опция плавности движения при срабатывании сенсора. Здесь всё по нарастающей. Первая иконка без сглаживания. Вторая, ну так скажем, с небольшим сглаживанием. И наш выбор это третья иконка. Максимально сглаживает анимацию при срабатывании сенсора. Следующий триггер Start. Он активируется автоматически при запуске прототипа или при переходе на другую сцену. Чтобы его создать, также нажимай кнопку Add Trigger и выбери из списка Start. Опций всего две. Выпадашка. Первая опция в ней. Начать анимацию после прыжка. То есть, после того, как отклик Jump будет завершён, активируется запуск анимации в старте. И начать во время прыжка. То есть, во время работы Jump'а, в момент перехода, будет активирована та анимация, что лежит в старте. И Читбокс. Отметив который, каждый раз будет запускать анимацию при переходе на указанную сцену. Я возвращаю все настройки по умолчанию. И как ты уже догадался, сейчас тебе надо добавить отклик Jump. Это отклик, который создаёт переходы от одной конкретной сцены к другой. То есть, от одного экрана к другому. Нажимаешь плюс, выбираешь Jump. Что касается опций. Есть выбор сцены, которую обязательно нужно указывать. Это может быть конкретная сцена, как в нашем случае, это сцена onboarding. Или та, что была показана пользователю последней. То есть, предыдущий экран. Вот она. У нас это onboarding, как я уже сказал. Есть также выбор перехода. То есть, эффекта перехода при прыжке на другую сцену. В твоём случае это будет fade, но ты можешь поиграться с другими. И Читбокс. Перезапустить выбранную сцену. Вот он. Если ты его включишь, то он будет перезапускать выбранную сцену каждый раз при переходе на неё. Если Читбокс не включён, то сцена остаётся в последнем состоянии. Также есть опция отложенного старта или по-другому задержка, в которую ты впишешь число в секундах. В твоём случае это будет, ну, 2 секунды, например. Вводить ты можешь как целые, так и дробные числа. Итак, переход на сцену с onboarding будет происходить при запуске заставки. То есть, при запуске, в принципе, прототипа спустя 2 секунды. И в эти 2 секунды ты впишешь анимацию оставшихся элементов. Иконки приложения, названия и подзаголовок. Итак, в этот старт давай добавим отклики. Иконки приложения. Это отклик move и отклик. Опасити. То же самое для заголовка. И для подзаголовка. Для движения, то есть для отклика move, запомни исходные позиции по осям Y у каждого слоя. И вписывай эти значения по Y в каждый отклик move. Сами же слои ты можешь сдвинуть после этого на 20 пикселей вниз. Раз, два. С шифтом стрелка вниз. Здесь 313. Повторно выделяешь. Раз, два. И здесь 150. Повторно выделяешь. Раз, два. С шифтом в панели слоев выделяешь все элементы и убираешь opacity в 0. А opacity в интерактивной панели ставишь на 100. Что касается продолжительности анимации, то можешь указать 0.56 от секунды. Так анимация будет дольше. Но это все скучно, поэтому можно добавить задержку. Ну, например, в одну десятую от секунды для каждого элемента. То есть здесь 2 и здесь 3. Вот такая плавная анимация у нас будет. И дальше переход на следующий экран. Для того, чтобы это не был пустой экран, можно импортировать сразу onboarding. Это займет какое-то время. И спустя 2 секунды переход на onboarding. Готово. Твой первый splash screen готов. Для просмотра на устройстве нажми кнопку device. Запусти на мобильном устройстве приложение protopie. И отсканируй QR-код. И протестируй работу прототипа. В частности, нас интересует сенсор tilt. Далее ты научишься создавать onboarding.